Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». И с вами я, актер Владимир Ямненко. Дорогие друзья, хочу всех вас поблагодарить, всех тех, которые обладают чувством юмора. Поэтому вы на моем канале. Благодарю вас всех. Да, друзья, вы не забывайте подписывать своих знакомых, друзей, родственников, соседей, в конце концов. Пусть и в скудную жизнь зайдет чуть-чуть юмора. Благодарю вас. Ну, а мы начинаем. Маленькая девочка ходила с мамой в зоопарк. Возвращается домой. И папа ей говорит, ну, рассказывай, что ты видела? Она говорит, знаешь, папа, а мы стояли возле клетки с тигром. Я подошла ближе к клетке, а он сделал так. Папа говорит, подожди, доченька, тигры делают. Нет, это когда они лицом поворачиваются. Прикинь, Серега, вчера пришел бухой, правда, домой. Ни жена не узнала, ни дети не узнали. Ой, так и завалился спать. Да ты шо? А утром шо? А утром я понял, что ошибся квартирой. Я вам скажу, что я родился в очень интеллигентной семье. Папа у меня пианист. Мама скрипач. Сестра балерына. И все эти клички они получили еще по первой ходке. Вовочка заходит в спальню как раз в тот момент, когда мама с папой занимаются сексом. Он встал и смотрит. Папа не растерялся, сразу обращается к Вовочке и говорит, Вовочка, ну что, кого ты хочешь, баратика или сестричку? Она говорит, бегемотика, папа. Он говорит, кого? Бегемотика. Ну, знаешь, Вовочка, бегемотик не получится. Да? Да, сынок? Странно. Папа, ну давай слазь, я попробую. Выходной день. Вдруг контрабанцисту звонок. Он берет трубку, звонит и дирижер. Говорит, привет, Петрович тут. Говорит, здравствуйте. Говорит, давай, собирай всю свою джаз-банду, давай, бери тарелочника обязательно, бери барабанщика, давай, эти давай, духовые бери, и садитесь на 22-й автобус и едете на конечную. Да, там, где лес начинается. Говорит, хорошо, а что? Халтура, давайте, давайте, быстренько, только быстро-быстро, нас ждут. Ну, тот всех обзвонил, все собрались, сели в автобус, приехали на конечную автобусу, вышли, рядом лес, они смотрят по сторонам, думают, где халтура, куда дальше ехать. Ну, он набирает номер телефона дирижера, говорит, алло, мы вот приехали на конечную. Он говорит, давайте, заводите свою музыку. Он говорит, что, прямо здесь? Да! Это зачем? Да я, блядь, заглудился в лесу! Друзья, вы заметили, что как только вы нашли удобную позу для сна, подушечка мягенькая, в боку нигде ничего не мешает, не давит, одеяльцем полностью укрыты, в руках под щекой, комары не жужжат, все спокойно, тихо. Это значит, через три минуты зазвонит будильник. Друзья, запомните раз и навсегда. Если вы спорите с идиотом, то он делает то же самое. Друзья, на днях прочитал такой совет шикарный. Если вы хотите хорошо уснуть, выпивайте перед сном 100 грамм водочки. Я сегодня пять раз ложился спать. Вы знаете, меня все-таки поражает СССР. Вот все-таки, ну, сами подумайте. В СССР секса не было, а сексоты были. Дорогие друзья, есть такая поговорка. Кто старое помянет, тому глаз вон. А у нас на канале все наоборот. Кто старое вспомнит, у того третий глаз откроется. Смотрим. Жена приходит домой, радостная такая, сияет себя. Говорит, дорогой, представляешь, мне предложили съездить на море на две недели. Да, отдохнуть. И все это бесплатно. И что, ты поедешь? Конечно, хоть у меня много работы, но я дура, что ли? Не воспользуюсь таким моментом, таким предложением. Класс. А ты поедешь со мной? Муж говорит, да нет, конечно, у меня много работы. А сам подумал, я что, дурак? Не воспользуюсь таким моментом. Начальник заходит в бухгалтерию и говорит, Ирочка, тебе, наверное, чего-то в жизни не хватает. Она говорит, в смысле, не поняла. Ну как, ты вот делала отчет, и четыре раза ты написала в отчете слово щебень, без буквы ща. Одна блондинка говорит, я не понимаю. Вот все говорят, что алкоголь вреден, что он возбуждает человека на агрессию. А я вам скажу, все наоборот. На самом деле кофе, кофе вызывает агрессию. Вот, да, ведь мы с подругой посидели в кафе, ну, выпили там винца, потом водочки чуть-чуть, там ликерчика. И я прихожу утром домой, а муж мой выпил всего лишь две чашечки кофе. А встретил меня, такой агрессивный, такой злой. Вот, и что доказывает это? То, что кофе вызывает агрессию. Фима звонит Сонечке, говорит, Сонечка, здравствуй. Ой, привет. А что ты сейчас делаешь? Ой, я лежу на диване. Ой, лежишь на диване. А что на тебе сейчас? На мене? Мы с Каспельменями. У мужика частный дом. Он бухой приходит домой. И тихонечко ползет, чтобы жена не видела. И все перепутал, подполз к будке собаки. Стучит в будку, говорит, дорогой, открой. А оттуда. Он. Ну, не злись ты, ну, посидели с друзьями немножко. Открывай дверь, любимая. Оттуда вылазит Мордор от Велера. Да уж на него он. Ёпта, мать теща приехала, бля. Знаете, есть такие женщины, которые говорят, я одна такая. И вот смотришь на них и думаешь, слава Богу. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Но вы не забудьте нажать на колокольчик. Для того, чтобы мы с вами встретились завтра. Ну, и, конечно же, сообщите об этом своим знакомым, друзьям, родственникам. Пусть у них тоже поднимается настроение. Ну, и, соответственно, пусть нажимают на колокольчик. А на сегодня все. Пока.